Добро пожаловать в Дом Божий! Как чудесно, что в Доме Божьем! Мы не пришли в обыкновенное место. Мы пришли в Дом Божий. Наш Бог — живой Бог. Тот Бог, которого ты уверовал, Он — живой Бог. Слава Богу! Это необыкновенные слова. Иногда бывает, что это звучит обыкновенно, но это необыкновенное, что наш Бог — живой Бог, возлюбленный. То есть, знаешь, что это означает? Прямо сейчас Он видит тебя и слышит молитву твоего сердца. Слава Богу! За Иисуса! Что через Него можем прийти перед Ним, перед Отцом нашим, на небесах, как ты. Аминь! Знаешь, когда мы понимаем, что Он святой, это означает, что приблизиться к Нему невозможно. Но слава Богу, что через Иисуса и через Его жертву мы можем приблизиться к Нему. Аминь! Слава Богу! Сегодня хочу говорить о нашей жизни вновь. Знаешь, Слово Божие — это книга жизни. Слово Божие — это нерелигиозная книга, которая грустно читать, которая неинтересная, которая непонятная. Нет, Слово Божие — это книга жизни. И там много написано, есть для нашей жизни. Слава Богу! Я и ты, как люди, я и ты, как люди, в реализии желаем, чтобы наша жизнь текла сама по себе, чтобы все шло равномерно, в гармонии. Но скажите, что так не бывает. То согласен, что так не бывает. Чтобы вот так гладко, все ровно, что само по себе наконец-то уже в равновесии и потом в один день что-то происходит. Наша жизнь такова, потому что в этом мире существует князь мира, имя, которым мы сатана, который враг человечества возбудленный, который именно твой враг, который все сделает, чтобы твоя жизнь перемешалась. И в нашей жизни в реальной жизни бывают по-переворотные моменты. И сегодня я хочу говорить, об этих поворотных моментах. Моей и твоей жизни могут произойти вещи, возлюбленные, что сразу поворот происходит. Знаешь, почему я это говорю? Чтобы я и ты всегда были готовы, чтобы когда был поворотный момент, мы не сломались и не были в внезапности. Это моя и твоя жизнь. Это жизнь этого мира на этой земле, на которой мы живем. И происходят изменения, будь то в хорошую сторону, будь то в плохую сторону. Скажите, что так. И сегодня я хочу говорить об этом. Да, конечно, это для жизни человека. Например, когда человек не женат, говорит, вы бы женится. Потом женится. Говорит, что произошло? Я не ожидал. Не так? Поворот. Знаешь, жизнь у человека, когда рождается ребенок. Скажите, что опять поворот. Скажите, что это разное, что когда есть ребенок, когда нет ребенка. И не говорю о том, что с каждым новым рожденным ребенком новый поворот. Аминь. Так или нет? Так. Или у человека неожиданная удача появляется. И сразу поворот. Жизнь меняется. Или что-то приобретает сразу. И сразу поворот. К сожалению, бывает так же, что когда-то человек достигает болезнь. Сразу поворот происходит. Так или нет? Возлюбленная в этой жизни есть вещь, что бы он мог принести в нашей жизни повороты. Не говоря о том, что человек может потерять родного. И все поменяется. Или неудача будет. Несчастный случай. И сразу меняется все. И сразу меняется все. И сразу меняется все. Возлюбленная я этой должна быть бодрствовать, осознавая, что в нашей жизни будут поворотные моменты. Аминь. 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 И если кто-то ходил к колдунам, он должен прийти перед Богом и просить Бога, чтобы очистил это, простил и удалил. Я удивлялся, когда узнала, что какие-то девушки брали фотографии парней, и отнесли к колдунам. Проклятия касалась нету, а парня, а касалась этой девушки. Тот, как они приходили к Богу, и Бог разрушил это проклятие. Айсор, я хочу сказать, Сирелис. Айнурн, айсор, что узнала к ханди, аммейн шерчадарцай, айнурн, сатанай. Сирелис, я хочу сказать, что это было, аммейн шерчадарцай, которые были от дьявола. Сирелис, айнекски патчаров, калан га хивандуциюны. Позлюгленная по причине проклятия может прийти болезнь. И Бог хочет разрушить все поворотные моменты, отправленные отстану. Или бывает, что человек живет в грехе, пробует грех какой-то, и после этого меняется полностью его жизнь. Например, я видел много парней, которые один раз попробовали наркотик, и их жизнь полностью поменялась в сторону ада. Нормальным человеком был, но потерял свою лицу. Много людей видел. Сирелис, мягкий, я не могу сказать, но потерялся в грехе. Возлюбленной нельзя играться в грехе. По причине греха. Цанкаться в мягкий патчаров. По любой, по любому греху. Может быть, поворотный момент в жизни человека. Люди один раз прелюбодействуют, и проклятия приходит в их жизнь. Поэтому, Возлюбленной, сегодня тот день, чтобы те поворотные моменты, которые пришли из-за греха, были разрушены. И кто верит, скажет, аминь. Но хочу сказать тебе сегодня, и много буду говорить об этом, что Бог для тебя есть поворотные моменты. Поворотные моменты имеют для тебя. Аминь. Очень много поворотных моментов имеют для меня для тебя. Так скажу, пока у тебя появится реакция. Возлюбленной нужно верить этому. Не знаешь, почему люди верят больше, что у Сатаны есть больше поворотных моментов, чем этот мир сделает, или судьба сделает. Но они не хотят верить, что у Бога есть поворотные моменты. Сегодня я хочу, чтобы верил. Мы видим, что у Бога есть поворотные моменты. Аминь. 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 Мы видим, что у него всегда есть поворотные моменты, для своего народа. Он творит во всем мире поворотные моменты. Наш Бог, Владыка, небо и земли. Он могущественный Бог. И от него зависит твоя жизнь возлюбленной. Аминь. Аминь. Однажды люди жили, ели и пили, наслаждались, и увидели ной, который строит ковчег. Смеялись над ним. Слово Божия говорит, что сто лет он строил. Но Бог в один день сделал поворотный момент для этого мира. Наступил потоп. Никто не ожидал этого. И после этого все поменялось. Даже ангелы свое состояние поменяли. Позиция ангелов поменялась. Знаешь, многое поменялось. Ученые говорят, что после этого момента атмосфера земли поменялась. Бог сделал поворотный момент. Бог для своего народа сделал поворотный момент, когда вывел свой народ из Египта. Когда они были подрабствами. Уже привыкли жить как рабы. Как некоторые люди готовы жить в мучениях до конца жизни. Но Бог вывел их в Египте. Аминь. 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 Астулаць шерджадар царет, где форумов сессии мичоцов о рейн кетовец. Бог сделал поворот, когда через Моисея дал закон. Аллилуйя. Аминь. Все поменялось. Люди осознали, что нужно почитать Господа. И грех, это есть грех. И не говоря о том. Астулаць шерджадар царь, когда мой Твой Спаситель родился. И Бог сделает поворот, когда мой Твой Спаситель Иисус воскрес. Слава Господу, Бог сделает поворот, чтобы каждый верующий в него имел спасение, чтобы каждый, кто верует в него, были грехи прощены. Халлилуйя. И он сказал, чтобы каждый верующий в него мог стоять перед этим Святым Богом и быть в его присутствии. Через это, что я это имею возможность быть детьми Божьими. Халлилуйя. Слава Богу. Что я это может быть детьми Божьими. Через нашего Господа Иисуса Христа. Веруя в Иисуса Христа. Когда мы отдали свою жизнь Ему. Наша жизнь полностью перевернулась. Аминь. Кто почувствовал это? Я тебе скажу. Слово Божье. Первая Петра. Давайте прочитаем. Первая Петра. Первая глава. Третий стих. Ортнял и астуазия мертель Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас. Воскресением Иисуса Христа из мертвых купованию живым. Слово Божье говорит, что когда я и ты уверовали в Иисуса Христа, это стало возрождением в нас. Знаете, почему Слово Божье говорит возрождение? Потому что это поворотный момент. Когда человек свою жизнь отдает Иисусу. И его жизнь заново начинается. Поэтому это называется возрождением свыше. Это то, когда моя и твоя жизнь полностью поменялась. Что ты был одним человеком, стал другим человеком. Не говорю, что лицо поменялась. Хотя и лицо может поменяться. Как лицо Моисея поменялась. Его лицо сияло и не могли смотреть на его лицо. Когда я принял водное крещение. В магазине работала продуктовщица. И раскладывала все. Она была верующей. И когда я пришел и стал. Я ожидал, что она закончила. Только после водного крещения пришел. Она так раскладывала. И потом так перевернула. И сказала. Говорю, что произошло? Ты посмотри на свое лицо. Ты сияешь. Пошел, посмотрел в зеркало. И увидел, что я побелел. Но она от этого сияния убоялась. Возлюблен, когда я должен был жениться. Моя мама показывала случайно фотографии. Возлюбленные пакаяния. Возлюбленные пакаяния. Это означает изменение жизни до такой степени. Что думаешь, что тебе сделали зомби? Что думаешь, что тебе сделали зомби? Тебя поменяли. Хочу задать вопрос. Сколько из нас осознали здесь, что мы покаялись, и наша жизнь поменялась. Поворотный момент был. Хочу сказать тебе, если здесь есть люди, в жизни которых этого не было. Даже если этот человек в церкви вырос. Возлюбленный, хочу сказать тебе, полностью сдайся Иисусу. Пусть будет поворотный момент. Новое рождение будет. Тогда все свидетельствуют, что ты другой человек. Ты другой человек. Сколько мы из нас говорили так. Быстро в хорошую сторону, быстро в плохую сторону. Удивительно. Когда этот поворотный момент, многие родные воспринимают по плохому. Один юноша. Он употреблял наркотики и продавал. И когда он покаялся. Он начал служить Богу. Его родители были атеистами. И родители говорили. Лучше бы использовал наркотики. И не выходил из грязала. Он не выходил из грязала. Он служил бы и служил бы Богу родителям. Зармана лубан. Удивительное. Но ничего удивительного нет. Потому что духовный мир и реальный. Лучше бы, когда он живет в грязани, они не любят тех, в которых был поворотный момент. И они возродили свыше. И мне много знакомые говорили, что лучше бы ты с нами был в грехах, чем пошел бы и так сошел с ума. Прошу, не так говорили. Но я этой. Мы не сомасшедшим. Ураги, что он был в нашей жизни поворотный момент. Аллилуйя. Он не может быть истинным верующим. Иракан верующим. Я много видела. Что так много христиан есть, которые хромают на две ноги. Один день в миру, один день в Доме Божьем. Один день в праведности, другой день в Кипоткрифе. Нет возлюбленных. Допусти, чтобы произошел поворотный момент. Чтобы ты был верующим и в Доме Божьем, и среди своего окружения. Этот поворотный момент нужен. Аминь. Паркасон. Славу Богу. Паркасон. Славу Богу. Я хочу так же, чтобы у людей, что в Слове Божьем, в жизни у каждого Божьего человека были поворотные моменты. Те, которые читают Слову Божьем. Ты замечаешь, что в жизни у каждого Божьего человека были поворотные моменты. Например, если возьму Моисея. 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 Еще один поворотный момент. И появился в пустыне. 40 лет. Но произошел еще один поворотный момент. Он увидел терновый куст нескорочный. И когда приблизился, чтобы когда видеть, что терновый куст горает и не сгорает, продолжительный горел, он подошел, и Бог говорил с ним поворотный момент. И через него из Египта вывел Израиль. И через него из Египта вывел Израиль. Посмотри на жизнь Аврама возлюбленной. Аврама, жизнь Аврама была безплодия. И вдруг рождается Исаак. И когда Авраму было 100 лет. Мы так просто слушаем. Но ты представь. После столько ожиданий. 100 лет. Некоторые говорят, что тогда люди долго жили. Аврам был 100 лет, но считался молодым. Нет. Насколько говорится, что Абрама, Сара, они положили в своей жизни. И написано, что Сара вообще не было возможности иметь детей. Но рождается ребенок. Божье чудо. Исахаку происходит поворотный момент. Или Авраму Бог говорит своего единственного. Своего единственного сына принеси, принеси в жертву. Поворотный момент. Поворотный момент. Поменялось все. Поменялось точка зрения Аврама. Потому что он верным оказался Богом. И сегодня людей верно называют с именем Аврама. Почему? Потому что в жизни Аврама произошел поворот. Хочу сказать, возлюбленные. У Бога для твоей жизни есть поворотные моменты. Что после этих моментов поменяется не только твоя жизнь, но жизнь многих. Жизнь Моисея, Абрахами, жизнь Аврама. Жизнь Аврама. Были поворотные моменты. И это не только для них было, было для всего народа. Аминь. Жизнь у Давида. Жизнь у Давида. Жизнь у Давида. И по причине его греха, ребенок умер его. Знаешь, что произошло? Я верю, после этого момента, что Давид стал человеком по сердцу Божьему. Почему? Потому что он больше не обращался ни к какому греху. Бог хочет, если кто-то еще живет во грехе, оставил все грехи, и чтобы это стало поворотом его жизни. Аминь. 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 Блаженны я иду, что если сегодня будем внимать и будем верить в поворотные моменты от Бога, потому что во всех твоих ситуациях, Бог знает, как сделать поворот. Например, прямо сейчас сидишь здесь. В какой бы сфере попросил бы Бога, чтобы он сделал поворот? Я не знаю. Но Бог знает. Узывам, асэм, кейс. Хочу сказать тебе, у Бога есть поворотные моменты, и не только для тебя, а для твоей семьи, и для твоей храдных. Аминь. Аминь. Отсюда они уже возродились свыше. Если кто-то есть, кто не возродился свыше, но ходит в церковь, оставьте его. Но те, которые не покаялись, верою продолжая молиться. Будет поворот. Минь кичу зумеем, хосэм Хоффсеппи масин. Немного хочу говорить об Иосифе. Хоффсеппе хангист тапрумель Ира. Иосиф спокойно себе жил. Папан сирюмель Ира. Отец любил его. И имел 11 братьев. И в один день видит сон. И этот сон злит его братьев. Почему? Потому что из толкования этого сна, это такое, что он будет выше своих братьев. И внецаппе. Поворот происходит в жизни у Иосифа. Он появляется в яме. От нормальной жизни. От спокойной жизни. Появляется в яме. Но из этой ямы. Бог еще поворот делает в его жизни. Он появляется в жизни у Патифара. И еще одно происходит. Жена Патифара приходит и вынуждает клевещить на Иосифа. Говорят, что Иосиф хотел прелюбодействовать с ней. Но Иосиф был верен Богу. По причине этого. Иосиф появляется в тюрьме. Откуда, куда? И он соглашается в тюрьме. И он соглашается в тюрьме. Уже становится помощником начальника тюрьмы. Живет. Но в тюрьме. Казалось бы, уже привык. Но в один день. Поворот происходит в его жизни. Знаете, как? Параон видит сон. И приходит к нему начальник виночерпи. Начальник виночерпи. И в асуме. Гитаясь, я знал, что я знаю один, который может истолковать твой сон. Иосиф тюрьмы. Параон видит сон. Хочу сказать тебе, может быть, жизнь есть тюрьмы. Один день Бог сделает так, что Фараон увидит сон. Майя и твоя дело, знаешь, какой возлюбленный? Быть верным Богу. Иосиф был верен Богу. И в нем действовал дар Божий. Он не был из тех, которые люди идут. И они открыли список. И он говорит, что лошадь это мечта. Нет, не стыд. Не таким истолкователем был. Чёрного ката увидел, придет смерть. Увидел, что сфикро, значит, сегодня будет плохо. Нет, возлюбленный. Иосиф не был таким истолкователем. В нем действовал дар Божьего Духа Святого. Но он был в тюрьме. Но так, как в нем был дар. И он был верен Богу. Фараон увидел сон. Иосифов его в Вилли стиме. Он истолковал сон фараона. И стал вторым человеком фараона. Почему? Потому что фараон увидел. Что этот человек увидел от Бога нечто и спасет его народ. Народ фараона. Откуда и куда? Шерчадарц. Поворот. От кого? От Бога. Сегодня пришел сказать. Хаватай. Верь те поворотные моменты, которые от Бога для тебя. Если нет. Мега хандипелу есть шерчадарцы пахерин. Но когда ты ждешь от Бога. Он говорит, что ты ждешь от Бога. Все равно Бог сделает поворотный момент для тебя. Аллилуйя! Давайте будем верить этому, возлюбленные. Давайте будем верить этому. Аллилуйя! Посмотрите, что написано в бытие. Призвали Иосифа, давайте... Сегодня больше рассказываю, чем читаю. Но рассказываю Слово Божье. В этом году мы говорим, что мы говорим, что у нас есть, что у нас есть, что у нас есть, что у нас есть. И как он истолковал нам так и сбылось, я возвращен на место моего оттуда повешен. И послал фараон и позвал Иосифа. Посмотрите, Иосиф действовал в ужем даре. Если ты тот человек, который жаждет, чтобы Бог использовал тебя, чтобы Бог дар Божьего Духа Святого действовать тебе, Бог для тебя сделает поворотный момент возлюбленный. Аллилуйя. Исраильский народ хотели уничтожить. Божий народ хотели уничтожить. Сатана тоже захочет уничтожить тебе. Потому что цель дьявола уничтожить. И во времена Иосифа появился один, жестокий человек, который все делал, чтобы убить евреев. Божий народ. Но, внезапно, поворот произошел. Знаешь, что произошло? Мордохей. Иосифа, который был в Иосифе. Иосифа, который был в Молитвии. Ты мой брат Иосифа. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Для самой трудной ситуации Без выходной ситуации Я иногда буду ходить в церковь Иначе 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 Это место показывает, что те, которые говорят слова неверия, они не видят Божьи переворотные моменты. Сегодня, если здесь есть проповеди, ничего не запомнишь. Просто прошу тебя, возлютленные помни, в самых трудных ситуациях своих. Никогда не говори слова неверия, что я уже не знаю, больше нет надежды. Столько молились, ничего не меняется. Они уже ели своих детей. И этот человек, который говорил с неверием, он не увидел этого. Знаете, что произошло? Астулац, айтих врагов, которые окружили, они услышали голос. И убежали. Все оставили и убежали. И появляются четыре, которые были проказниками. И говорят, умереть, так умереть, пойдем, и у врага умерем. С пятого стиха посмотрите, что говорится. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. Пришли к краю стана сирийского. И вот там нет ни одного человека. Пошли, чтобы умереть. Нет убийц. Знаешь, у Бога так бывает. Когда Бог делает, тебе будет казаться, что тебя убивают, и ты умрешь. Тебе будет казаться, что болезнь убьет тебя. Но в один день увидишь, что этой болезни нету. Аллилуйя. Наш Бог творящий чудеса. И что сделали? И что сделали? И что сделали? Господь сделал то, что стану сирийскому, послышался стук колесницы ржания, коней, шум, войска большого. И сказали они друг другу. Верно наняла против нас царей, израильских царей, хитейских, египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки. Возлюбленный, хочу сказать тебе, в твоей жизни все поменяется. В твоей жизни все поменяется. Когда Бог сделает поворотный момент. Аллилуйя. Кто верит этому? Я всем сердцем верю в это. И я с тобой буду сегодня молиться. Наш Бог творящий чудеса. Бог, который делает поворотные моменты. В одно мгновение он может все поменять. Независимо от того, где ты. Бывает, что человек переезжает, и его жизнь меняется. Но блажен тот человек, который куда бы не пошел, чтобы Бог сделал поворотный момент в его жизни. Некоторые думают, что если пойдут туда, все поменяется, будет все хорошо. Нет возлюбленных. Меняется все, когда Бог делает поворотный момент в твоей жизни. Поэтому, никогда не соглашайся и не соглашайся быть верующим, и не давать плодов. Никогда не соглашайся быть верующим, и не давать плодов. И вот, что верующий говорит, ну, я для себя верю. Нет возлюбленных. Ты можешь принести плод. Не соглашайся быть обыкновенным верующим. Не соглашайся быть отдельно от Божьего народа. Не будь одиноким. Астон жуховодный момент в первую очередь, в Божьем народе происходят поворотные моменты. Не идти по пути греха. Потому что на пути греха ты увидишь только от врага поворотные моменты. Но на Божьем пути от Бога увидишь поворотный момент для твоей жизни. Для жизни твоих детей. Может быть, ребенок не меняется. Поменяется. Астон жжа дарца им пауны.